Всем привет! Сегодня мы продолжаем делать выкрасы. Вчера много запросов было. Говорят, с валиками все понятно, какие кисточки подобрать, что вы порекомендуете, посоветуете. И, соответственно, мы будем сегодня выкрашивать три кисточки. Это Вилюрекс, это Кублекс и это Рендикс. Вилюрекс мягкое волокно, оно должно наносить краску фактически без шагрений, без бороздок, без каких-то там бугорков. Это должно быть лучшее нанесение. Сейчас будем все тестировать, проверять. Кублекс, более такая плотная, жесткая щетина. Посмотрим, как она будет наносить. Она должна более толстым слоем наносить краску. И Рендикс. Кисточка сделана, в принципе, для лазури. Но лучше показать, что на эту кисточку тоже можно спокойно наносить все составы. Все, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, какой результат мы имеем? Смотрите. По нанесению, вот Вилюрекс, Рендикс Сетина, было удобнее всего ей наносить. И, посмотрите, она нанесла состав равномернее всего. Вот она, вот результат Вилюрекса. Просто равномерно, хорошо и хорошим слоем. Хорошо в себя краску впитала кисточка и хорошо ее отдала. Вторая по качеству, это Кублекс, более жесткая. Оно просто наносит не так равномерно состав. Они так равномерно. И вот есть большие бугорки. Если посмотреть, ну, то есть, ее лучше все-таки использовать на грубой поверхности, а не на финиш. На финиш лучше Вилюрекс использовать. Ну, а Рендикс, так как она сделана все-таки для состава, для деревообработки, для ямали, для лазури, она, водные составы, себя впитала не очень хорошо. И, ну, видите, небольшие проплешины, даже есть проплешины разводы. Ну, на самом деле, как и получается, Вилюрекс подходит лучше всего для финиша, для красок на водной основе. Дальше идет Кублекс, если у вас грубые поверхности. Ну, грубо говоря, считайте так. Вот Вилюрекс это для гипсокартона, для финиша. А Кублекс это для бетона, для кирпича подойдет. А Рендикс все-таки лучше использовать для лазури, для деревообработки. Все, пойдем мыть инструмент. Друзья, отдельно хочу сказать спасибо испанцам за то, что они сделали синтетику в кисточках такую, которая идеально легко отмывается. Я на каждую кисточку потратил не больше минуты, мыл под теплой водой смылом. И посмотрите, вся краска, она просто ушла, отмылась, и нет никакого следа от того, что кисточкой красили. Когда она чуть подсохнет от воды, она будет как новая. Средний срок службы кисточки 5-7 лет, 10 лет, зависит от того, как вы активно работаете ей. Но согласитесь, вот такой инструмент, вы его, ну как говорят, есть мнение, что купил кисточку, покрасил и выкинул. Такой инструмент его не выкидывают. Вы поработали, помыли его, он у вас как новый. Поэтому покупайте хороший инструмент, работайте, получайте от него удовольствие. Не только от работы, но и от мытья даже инструмента. Это же классно, когда можно легко и быстро отмыть инструмент. Все, всем хорошего настроения, хорошего дня.